всем привет мы приехали в город перу уральск рассказать про стритфуд про особенности кухни познакомиться с владельцем компании вкус улиц пойдемте максим добрый день расскажи пожалуйста нам про вкус улиц мы готовим блюда разных стран мира в основном приоритет у нас на шаурму на бургеры сколько ты вообще времени разрабатывал проект франшизы вот вкус улиц был изначально задумано нам поступило предложение от телеканала пятница они в нашем городе снимали ролик назывался проект и да я люблю тебя надо было быть глупцом чтобы отказаться мы согласились и у нас заведении прошли съемки ролика мы благополучно об этом забыли проходит два месяца и передача выходит на телевидение и сложилось впечатление что в этот момент все просто выключили свои телевизоры сели в машины и поехали вот в этот маленький павильон то есть там был было ожидания полтора часа насколько стоит упакованная франшиза если у нас есть несколько форматов есть экспресс формат это заведение павильонного типа с небольшой посадочной зоной с площадью около 40 квадратных метров как раз мы две недели назад запустили такой формат в городе кемерово небольшой павильон с посадкой в центре города он будет стоить от миллиона рублей что входит в миллион это оборудование это оборудование которое нам поставляет наш инфилированный подрядчик компания проект групп разработка меню обучение персонала право пользования торговым знаком полностью закуп продуктов 1 маркетинговая компания рекламная на открытии мы полностью приезжаем своей командой обучаем персонал присутствую время открытия приложение да у нас есть приложение вкус улиц для либо она работает на прием предзаказа до либо на доставку случае если нет агрегатора в городе то мы это приложение используем для доставки а меню меняется мы динамично меняем меню в процессе в зависимости от трендов рынка в зависимости от ментальных особенностей региона покупая франшизу я могу сам принимать решение допустим закупки оборудования или закупки ингредиентов или да конечно мы делаем технологический проект там уже спецификации перечислены те модели оборудования с которыми мы имеем долгосрочную практику эксплуатации но мы рекомендуем поставщиков с которыми мы работаем скажи пожалуйста какие были рекорды по приготовлению шаурмы в день 300 порций шаурмы в день не готовили мы используем технологию приготовления мяса на жарочной поверхности на гриле то есть мы используем не бедро а филе заранее его маринуем и в течение дня жарим равными порциями зависимости от спроса потребительского сколько времени занимает реализация проявляться проекта и несколько когда вернулся деньги назад основное влияние на запуск проекта оказывает состояние помещения то есть насколько глобальным будут строительные и ремонтные работы в нем но в среднем это срок составляет два месяца ну 60 календарных дней с момента подписания договора аренды до официального открытия срок купаемости проекта в случае экспресс формата о котором мы говорили ранее о 12 до 18 месяцев до полутора до полутора лет бывали прецеденты когда мы собственное заведение купали за 2-3 месяца но это скорее всего частный случай нежели чем практика то есть ориентироваться стоит на 12 месяцев это реальный результат давай позовем владельца франшизы городе перуальск пусть она расскажет о своих плюсах дима привет расскажи пожалуйста как владелец франшизы вкуса улиц сколько времени у тебя пришло на принятие решений сколько ты потратил денег и когда ты вышел на безубыточность то что нужно сотрудничать с ним наверное я понял после нашей первой встречи и он меня как-то заразил своей энергией харизмы мне понравилось их заведение и я как-то внутренне для себя решил что да мы будем это делать три месяца мы потратили открылись за год за год я думаю да мы окупили свои вложения что ты порекомендуешь будущем владельца франшиз чтобы они быстрее открывали свои проекты и реализовывались как вот вы в перу райске первого-наперво я наверное порекомендую всем что надо быть готовым к работе 24 на 7 первые несколько месяцев то есть это постоянный контроль это и обратная связь с гостями это и контроль кухни это и работа с персоналом то есть все нету чего-то неважного все важно все то есть если ты живешь своим проектом если ты вникаешь в каждую сферу деятельности начиная от выбора кто вам возит фарш из говядины и заканчивая где вы заказываете салфетки какой фирмы у вас все получится приходите во вкус улиц мы вас ждем